Вот уже третий год подряд в стенах Абхазского государственного университета проходит точно заочная конференция под названием «Этнос и культура народа в эпоху глобализации». Конференция объединяет преподавателей, профессоров, магистрантов, доцентов из различных университетов России и всех тех, кто неравнодушен к данной теме. Организация интеллектуальной беседы по самым актуальным вопросам, касающейся этнокультурной и межкультурной коммуникации – основная цель конференции. В первую очередь цель нашей конференции – это для получения новой научно-философской информации. Это раз. Вторая цель – наши молодые преподаватели здесь получают очень большую информацию по совместной учебнике, совместной сборнике, совместной книге. Все это дает большое развитие и для студентов, и для молодых преподавателей, да и для нас самих взрослых, потому что у познаний нет границы. В прошлом году ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга стали издавать абхазо-российский философско-общественный альманах «Ключ». Заведующий кафедрой философии и культурологии Агу Иван Тарба – один из редакторов издания. Это многое, значит, это новое явление для нас. Например, впервые, значит, простите меня, появился абхазо-российский альманах. Это весомое значение имеет. И, естественно, все это трудно, все это трудно пробивать и так далее. Но мы делаем, мы пока в силах, хватает у нас энергии и дворческой. Кафедра философии и культурологии вот зачинщиком всего этого является. Доклады о диалоге культур в эпоху глобализации, о духовных ценностях современного общества, о важности сохранения и восстановления архивных данных были зачитаны на конференции. Такой историк Дзидзария, который занимался этими архивами напрямую. И после того, как сожгли архив, то многие источники, которые он процитировал, они остались благодаря только тому, что он к ним обратился. И несмотря на то, что архив сгорел, вот эти второисточники, которые, казалось бы, никому сейчас не нужны на первый взгляд, они становятся первым пластом культуры. И именно по ним можно восстанавливать тоже и лингвистический, и филологический слой, и исторический слой той культуры, которая безвозвратно потеряна в каком-то смысле. После докладов участники конференции имели возможность обсудить их, задать докладчикам вопросы. Международная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации» завершит свою работу 28 июня.